Житие у Темры сегодня международный день слепых. И он закликан и нагадать каждому человеку, что побачь люди, которые имеют потребу у поддержки, помощи и просто принятия. Марина Джалая доведалась, как городскую инфраструктуру пристосовывать для того, чтобы обзорвать житие человека с белой палкой больше комфортно. Наталья Солохиной, 39. Могчимость бачить о мальцалкам я настратила 20 лет тому. Проблемы со зроком были с народжения. С каждым годом свет навокал пачал поступово и неухильно агортваться темрой. Але чай не для Натальи. Жан-Жина вышла замуж за ведущего мужчину. Шесть годов тому народила дачку Анастасию. Пачала займаться громадской деятельностью, а потом и творчей. Захапилась танцами и клоунадой. А зараз вот радуется Наталья. У городе пачали больше уваги надавать проблемам таких, як яна. До Центра инклюзивной культуры, что на юбилейной и вось тут, каля светло-техники, платковали зручную инфраструктуру, тя кучая колесля пыхняма, ризики упастья альбо заблудить. Сейчас очень хорошо, что сделали вот такую безбарьерную среду нам. Очень удобная плитка, очень хорошо ориентироваться. Быстро мы находим путь, куда мы идем. И надеемся, что в дальнейшем будет это по всему городу. Потому что с помощью этой плитки хорошо ходить нам нащупываешь ногами, чувствуешь, где предупреждение, где направляющая плитка идет. И к остадовочным пунктам очень хорошо ориентируешься уже, куда подойти. Об тем, как на этом участке Советской робили тактильные дорожки, ставили поручени, СМИ рассказывали регулярно. Меркование на гетикон было шмат. Утым лику супрацлеглых. Вядома, что она вот самая высокородная справа зауседы из ноди скептиков. И все ж таки, коли нашали покласть себе спеку слепых людей и безгрунтовную позицию тех, кто супраць, сумление не покинет выбору. Яну зауседы повинны быть на боку тех, кому горш. Сделали уже до конца безбарьерную среду. Наши инвалиды успешно пользуются данными элементами безбарьерной среды. Все остались очень довольны. Я хотел благодарить Шулейко Юрия Витольдовича, мэра города Кириченко Петр Алексеевича. Работа пошла намного быстрее, увереннее. Зараз Гомель находится на другом послеминском месте по створении безбарьерного осеродзя. Это течется, как уладкование пляцовок с тактильными дорожками, припыночных пунктов громадского транспорта, так и зручного находления, например, у объектах громадского охарчевания. Но этот шлях на встрече с тем, кто живет в Темре, еще только начинается. Важно, чтобы все люди отчували свет, который идет от других, не обояковых, до их проблем и клопотов. Марина Джала, Игорь Маришенко, Телера, до компании Гомель.